МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем еще, безусловно, поговорим. Но первый вопрос хотелось бы задать вам, как представителю Нижегородского профессионального строительного архитектурного сообщества. Знаю, что вы входите в состав экспертной группы по выборам министра строительства регионального. И на ваш взгляд, какие первоочередные задачи предстоит решить новому министру? Например, говорят, что это будет проблема обманутых дольщиков. Насколько справедливо такое распределение задач? Ну, вообще, жители Нижегородской области выделили целый ряд сложных задач, которые необходимо решать будущему министру строительства. Безусловно, проблема обманутых дольщиков, она очевидна, и она занимает очень большое место среди тех вопросов, которые жители обозначили. Но она острая и заметная. Она острая, заметная, и она социально значимая, вот эта проблема. И я бы выделил, наверное, еще ряд вопросов, которые также беспокоят жителей. Очень много вопросов было это по земельным участкам, многодетным семьям, необеспеченность их инженерной инфраструктурой. И, безусловно, вот те указы, те распоряжения, которые даны и президентом Российской Федерации, к сожалению, на местах не всегда выполняются в том полном объеме, в котором необходимо быть выполненным для вот этой категории населения и жителей Нижегородской области. Проблемы обманутых дольщиков я бы выделил, конечно, на первом месте. И сейчас уже в регионе предпринимается целый ряд шагов для того, чтобы эту проблему решить. И будущий министр строительства должен без какой-либо временной раскачки подключаться к решению проблем жителей. Но я правильно понимаю, получается, задачи-то у министра будут такие прикладные, скажем так, а не глобальные, например, строить красивые города, развивать городские пространства. Нет, почему? Министр, безусловно, должен решать общие задачи, глобальные задачи и развития строительного комплекса, и реализации национальных проектов. Это жилье и городская среда, это и транспортная инфраструктура, это и объекты социальной инфраструктуры, школы, детские сады. Но в то же время он не должен быть в стороне от решения сложных, накопившихся за предыдущие годы проблем. Но сейчас вы погрузились в эту тему, в эту кухню. В целом, как оцениваете проект команды правительства Нижегородской области? То есть она же изменилась в системе сейчас, выбор даже не назначения, выборов таких ключевых министров. Вот насколько правильно таким образом выбирать руководителей? Ну, я бы отметил то, что вообще проект уникальный, это не только для Нижегородской области, но и для России в целом. Вот этот проект позволяет привлечь в систему управления региональную жителей, людей, профессионалов, и не только из нашего региона. Он позволяет дать старт профессиональному росту тем управленцам, которые сейчас работают уже в системе муниципального или регионального управления, позволяют наладить обратную связь с жителями. Это очень важный вопрос. Ставит задача до 2024 года в Нижегородской области увеличить в полтора раза объем вводимого жилья. Это и поручение президента, и губернатора. Вот насколько реально эта цифра, и сможете ли вы, конкретно ваш вуз, подготовить необходимое количество кадров, которые нужно для решения этой задачи? Я бы хотел сказать, что увеличение в полтора раза объема ввода жилья это не какая-то недостижимая цель. И у нас уже в новой истории Нижегородской области эти квадратные метры вводились. Здесь, может быть, проблема несколько в другом. Это состоятельность граждан и жителей по приобретению жилья. Ну, то есть, социальная, получается, тема. Тема социальная. Строительный комплекс в целом готов реализовывать те задачи, которые обозначены национальными проектами, ну и, соответственно, губернатором Нижегородской области. С 1 июля вводится новая система долевого строительства, так называемая, экскроу-счета. Ну и, конечно, есть некоторые риски, есть некоторые опасения, то, что стоимость квадратного метра может немножко возрасти. И пока не совсем ясно, не совсем понятно, как это отразится на покупательской способности. Задача комплексная. И чтобы ее решить, здесь должен быть привлечен не только строительный комплекс, но и финансово-кредитная организация. Я говорю про ипотеку и про процент ипотечного кредитования. То есть, вот здесь решать надо вот эту проблему комплексно и несколькими, наверное, органами, да, которые в целом позволят выполнить те задачи, которые стоят. Ну, а что касается обеспеченности кадрами, конечно, наш университет готов по всем направлениям обеспечить квалифицированными специалистами, инженерного состава, архитекторами. Поэтому мы с точки зрения каких-то сложностей для себя не видим. Ну, то есть, построить вы готовы, лишь бы кто купил теперь, чтобы это было для кого строить. Чтобы это было доступно. Кроме того, что будет прирастать жильем Нижний Новгород, ждут глобальные изменения в наш любимый город. Мы готовимся к 800-летию, готовимся к юбилею. И вы являетесь членом экспертного совета команды 800. Сейчас из тех предложений, которые высказываются, какие вам кажутся наиболее интересными, ну и наиболее реальными к реализации в рамках? Ну, вообще, вот в рамках проекта команда 800 выделено несколько направлений, по которым жители дают свои предложения. Это и просвещение, это и городская среда, это и события, это и туризм. И по каждому из этих направлений уже сейчас мы имеем целый ряд предложений по проектам и по идеям. По городской среде, конечно, хотелось бы, чтобы наш город вот к этому рубежу, 800-летию, не просто сохранил, но и, наверное, приукрасил... И чтобы осталось наследие от этого юбилея. Конечно, свое историческое прошлое, потому что город по-своему уникален. Город обладает интересной исторической архитектурой. И мы, ну, просто, наверное, обязаны к этому празднику сделать все, чтобы вот эта история, она действительно была видна. Но из того, что планируют либо изменить, либо построить заново, что вам кажется действительно таким наиболее интересным? Ну, в настоящее время находится в процессе начала реализации проекта редевелопмент улицы Ильинской. То есть это, я считаю, очень важный проект и нужный проект. Разрабатываются проекты по, ну, редевелопменту можно назвать на улице Черниговской. То есть это тоже, ну, в настоящее время, можно сказать, заброшенное место, но с очень большим потенциалом, да. С громадным просто потенциалом. Ну, и, конечно, много у нас вот таких локальных, наверное, объектов, которые должны быть приведены в порядок и должны радовать взор не только жителей, но и наших гостей. Даже сейчас, когда говорите об этих проектах, вы называете такие как бы комплексные территории, то есть не конкретные какие-то здания, а именно территории. И это действительно свидетельство того, что в последнее время изменился вообще подход и к строительству, к архитектуре. То есть больше говорят уже не о строительстве здания, а о дизайне, архитектурной среды. И это одно из ваших новых направлений подготовки. Вы уже готовите специалистов в этой области. Насколько интересно оказалось это направление подготовки? И оправдывают ли на себя? Ну, направление, да, оно интересное. И в прошлом году у нас был первый выпуск уже бакаларов, которые прошли обучение по направлению дизайн архитектурной среды. Я бы хотел отметить то, что вот когда мы открыли это направление, ребята как-то шли с некоторой опаской. Ну, новые это всегда, в общем-то, да. И, конечно, больше стремились на архитектуру. Но сейчас ситуация выровнялась абсолютно. И с одинаковым интересом идут и на архитектуру, и на дизайн архитектурной среды. Ведь вот обучающиеся по этому направлению, они получают профессиональные компетенции и как архитектор, и они имеют возможность получить знания более комплексного проектирования территорий. То есть это среда, это не только архитектурный какой-то объект, но это и то, что его окружает. Это немножко другой принцип, другой подход. И, конечно, он очень хорошо увязывается с принципами развития территорий. Ну, а, в общем-то, задача такая тоже стоит. И она ставится на уровне государства, чтобы развивать города по принципу развития территорий. И мы готовим специалистов как раз, которые способны решать вот эти поставленные задачи. Ну, вот вы говорите, ребята волновались наверняка, вы сами тоже волновались, когда запускали новый специалист. Образовательная программа, насколько она была отработана, когда вы ее запускали, и насколько совершенно сейчас она? Ну, вот аналогичная программа реализовывалась в Московском архитектурном институте. То есть вы все-таки что-то взяли за основу, да? Ну, конечно, мы же с коллегами работаем, то есть мы находимся в одном учебно-методическом объединении. Есть федеральные образовательные стандарты, есть примерные образовательные программы, на которые мы обязаны ориентироваться. И в целом подготовка в разных вузах по одинаковым образовательным программам, она отличается минимально. То есть это вот есть такая специфика. То есть есть какие-то общие базовые вещи, которые что в Москве, что в Нижнем Новгороде, что где-то в Новосибирске, они в принципе одинаковые. Мы можем вносить некоторые изменения в вариативную часть. Ну, а с точки зрения обеспеченности кадрами по реализации данной образовательной программы, ну, здесь все очевидно, что кадры у нас есть. Да, у вас, да, сообщество такое, да, преподавательское. Нижегородская область известна не только у нас в регионе, не только в округе, ну, и я бы с гордостью сказал, уже не только в России, потому что наши специалисты очень тесно взаимодействуют с нашими зарубежными партнерами именно с точки зрения архитектуры. Ну, то есть Нижегородская архитектурная школа существует, да? Да, конечно. Ну, у нас проходит регулярно Всероссийский архитектурно-строительный форум, который проходит вместе с Великими реками на Нижегородской ярмарке. То есть это оправданно, что именно в Нижнем Новгороде проходит такое масштабное мероприятие? Да, это правда. То, что в Нижнем Новгороде проходит такое масштабное мероприятие, я бы здесь увязал именно с Великими реками. Ведь Великие реки зародились по результатам реализации федеральной целевой программы возрождения Волги. И первый форум, который прошел в 1998 году, он как раз был и связан с обсуждением результатов, и с выработкой предложений по очищению Волги и снижению экологического ущерба. Ну и ежегодно, конечно, этот форум, он себе оправдывает, потому что он на своей площадке собирает специалистов из многих регионов, из других стран, которые обсуждают, вырабатывают предложения по обеспечению экологической безопасности урбанизированных территорий, особенно это касается бассейнах Великих рек. Нижний Новгород тоже не случайно был выбран для реализации той программы, потому что город находится на слиянии двух рек АК Волга. Город промышленный, в окрестностях города крупные промышленные центры находятся. И, безусловно, вот с точки зрения экологии есть и были, конечно, очень большие риски, которые мы должны были учитывать при ведении хозяйственной деятельности. И, конечно, вот сейчас новый этап по экологическому оздоровлению водных ресурсов. Ну да, у нас новый нацпроект. Новый нацпроект, да. На форуме был старт некоторым программам, которые в рамках этого проекта будут реализованы, в том числе на территории Нижегородской области. Да, ну и, конечно, это, в общем-то, то, что форум продолжает жить на Нижегородской земле. Вот это объективно, это очевидно. И хотелось бы, чтобы эта площадка не просто была и жила, но чтобы эта площадка приобретала другой уровень, другой статус. Ну и, конечно, собирала заинтересованных людей для решения вот этих глобальных острых проблем задач в области экологии. Ну вы уже затронули тему приема, сказали, что ребята идут, в том числе, на новые ваши специальности. Но сейчас вот буквально на старте мы с вами находимся в новой приемной кампании. Каков ваш прогноз? Кого ждете? Ну, ждем мы исключительно хороших ребят, умных ребят. Ну, а прогнозы мы всегда ставим оптимистичные. У нас традиционно повышенный спрос на целый ряд направлений обучения. Это, прежде всего, конечно, творческие направления подготовки, это архитектура, это дизайн. А у нас несколько программ реализуются по дизайну. По инженерному направлению подготовки мы каждый год видим увеличение интереса и спроса ребят. И здесь мы предлагаем не только бакалавриат традиционный, но и специализацию у нас. Есть строительство уникальных зданий и сооружений, где ребята учатся, конечно, не 4 года, а 6 лет, но получают профессиональные знания, которые позволяют им проектировать и строить большепролетные здания, высотные сооружения, вот эти все небоскребы. Города будущего. Города будущего, да. И, конечно, это вызывает интерес, и ребята с большим удовольствием идут. И это не может не радовать. Ну, летом ведь происходит еще и обратный процесс. Вы выпускаете своих птенцов, скажем так, во взрослую жизнь. И как решается вопрос трудоустройства ваших выпускников? Я знаю, что у вас есть соглашение о сотрудничестве с некоторым крупным предприятием, в том числе с теплоэнерго, о трудоустройстве. Вот это что? Это возрождение такой советской системы распределения уже на новом этапе или что-то другое? Нет. Вот вы знаете, предприятия сейчас сами заинтересованы принимать на работу ребят, которые подготовлены и максимально отвечают их требованиям. И, конечно, вот эти соглашения с предприятиями, крупными особенно предприятиями, во многом содействуют выявлению, ну, наверное, целой группы выпускников, которые в дальнейшем в перспективе идут работать в это же теплоэнерго, водоканал, атомстрой, экспорт. Но это не значит то, что другие выпускники остаются как-то без внимания. У нас в настоящее время заключено более 160 договоров с предприятиями, где ребята проходят практики, ну, и в дальнейшем имеют возможность трудоустроиться. Мы своих выпускников не оставляем, и ребята, в общем-то, пользуются теми возможностями, которые предоставляем мы с точки зрения обеспечения их будущей работы. Есть у нас отдел содействия трудоустройству, актуализированные базы данных вакансий, есть запросы от конкретных организаций, предприятий, органов власти на выпускников той или иной квалификации. И, конечно, мы все эти ресурсы используем и привлекаем для того, чтобы ребята трудоустроились. Ну, и в среднем показатель трудоустройства у нас по федеральной статистике более 80%, но если брать в разрезе отдельных направлений подготовки, эти цифры, они могут быть и больше. Вот если мы берем строительство, это 87%. Но это не значит то, что оставшиеся проценты они не трудоустроились. Они продолжили обучение или в магистратуре, кто-то проходит службу в вооруженных силах. То есть, в целом, по этому показателю... То есть, хорошие такие показатели, по хорошему уровню. Ну, они востребованы, строители, они востребованы всегда. Всегда, да, в любое время. Но есть еще следующий этап сотрудничества вуза и предприятия, это создание базовых кафедр. Вы идете по этому пути? Ну, в настоящее время мы прорабатываем этот вопрос. Ну, и здесь вот на уровне проработки у нас с Росатом. Я думаю, что у нас, в общем-то, это получится, потому что мы все больше интегрируемся в эту структуру, государственную корпорацию. И вот последний вопрос, не могу не задать, все-таки сейчас каникулы, и студенты ваши, это действительно люди очень активные, поскольку это люди в большинстве своем, как вы говорите, творческие, с очень активной гражданской позицией. И у вас очень много волонтерских программ, которые реализуются в стенах вуза, и ребята ваши очень активно себя проявляют. Вот что дает вашим студентам участие в таких программах? Вы знаете, наверное, это дает возможность самореализации, раскрытию других каких-то личностных качеств, которые в других условиях ребята могли просто не открыть в себе. Это дает, наверное, некое другое понимание мира окружающих, другое понимание рядом находящихся людей, если мы говорим о волонтерстве. Ребята становятся другими, потому что они получают не только образование, но они получают прежде всего понимание жизни, они получают духовно-нравственное воспитание, они самореализуются. И мы всецело поддерживаем, так скажем, неучебную работу, различные студенческие объединения. У меня их сейчас более 30 у нас в вузе. И ребята, наверное, не проходят там месяц, чтобы с какой-то новой инициативой не подошли, а давайте сделаем вот это там. Хотелось бы вот здесь поучаствовать. Это очень хорошо, когда у ребят есть идеи, есть желание что-то сделать полезное для других. Ну что ж, пусть это не меняется. Желаю вам замотивированных творческих студентов, хорошего вам приема, хорошей приемной кампании. Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Андрей Александрович Лапшин сегодня был гостем нашей студии. На этом все. Спасибо. Спасибо.